Ну и вот в этом видео мы немножко разберемся еще в четвертом уроке, потому что там очень много ссылок было, и нам нужно их отдельно посмотреть. Урок предыдущий получился довольно продолжительный по времени. Значит, click on the links above for examples and then come back here. Кликните на вот эти ссылки выше, чтобы примеры посмотреть, и потом возвращайтесь сюда. Вот эти две ссылки, они переводят нас к одному и тому же уроку, урок 19, который называется lesson 19, который называется count and non-count nouns. Исчисляемые, неисчисляемые, существительные. Lesson 19, 19 урок. Довольно такая тема далекая от нас, да, от четвертого урока. Поэтому мы не будем пока что этим уроком заниматься. Мы вернемся назад. Вопрос идет, как мы вернемся назад. Наверное, я вот так, если закрою, да. И что дальше у нас есть? Какая ссылочка? Вот это вот быстрое видео, quick time, то есть коротенькое видео, поможет нам с местоимениями ты или я. Сейчас посмотрим его. Ты и я вопрос. Как ты? Вот здесь вот подлежащее. И ответ вот этот вот будет. А я отлично. Вот эти два местоимения, они очень часто используются в разговоре, в беседе. Разговор или беседа между двумя людьми происходит. Как ты? Я отлично. Вопрос-ответ. А ты? Иногда местоимение ты может быть во множественном числе. Иногда you используется во множественном числе. И ответом на вопрос, как вы, ответ будет мы. То есть вот это вот сокращение, we are, мы есть, отлично, мы отлично. Вот это вот подлежащее согласуется вот с этим вот ответом мы. А как вы, мы отлично. То есть человек обращается, вопрос задается не к одному человеку, ты, а к нескольким людям, вы. Так, хорошо, мы посмотрели это видео. И что у нас еще тут есть? Есть еще одна ссылочка. To learn more about pronouns, click here. Чтобы узнать большее местоимение, кликните здесь. Мы переходим к какому-то интересному уровню, aqua level. Потому что на сайте есть 7 уровней, но там нет уровня aqua. Aqua еще, вода переводится с английского. И здесь complete lessons in order. Закончите уроки по порядку. И вот у нас пошли уроки. Их аж тут, их аж тут 15 уроков. С разными, с разными местоимениями. Начиная от вот этих местоимений и потом продолжая местоимениями. Вот здесь вот обзор у нас идет, revision. То есть даже не 15, а 16 получается уроков здесь. И вы можете посмотреть их, да. То есть вы можете пройти все эти уроки. Тут есть даже ответы. Вот у нас ответы есть. И есть упражнения. Упражнение 1. И есть ответы к этим упражнениям. Поэтому вы можете их выполнить, если вам интересно. Это вот aqua level называется. Ну, довольно много здесь уроков. Мы не будем здесь их разбирать. Сейчас. Возвращаемся к нашему уроку. Ну и помните, что можно еще выполнить, нужно будет выполнить вот этот вот quiz. Now take a quiz. Выполните тест. Крикните здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.